Всем привет! Сегодня в обзоре мы рассмотрим только один Wi-Fi роутер. Это вот этот. А в следующих мы рассмотрим еще со встроенным аккумулятором. Все они поддерживают 4G. Вставляется сим-карта и любой тариф можно раздавать по Wi-Fi. И от них можно брать интернет и подключать к вашему ПК или ноутбуку. Я лично пользуюсь подобными Wi-Fi роутерами или же модем с Wi-Fi роутерами и очень доволен. И помог уже купить их нашим друзьям, ну наверное около 15 штук однозначно. Три модели. В следующих видео по отдельности. А сейчас приступаем к обзору этой модельки. Упаковка самая большая, как вы видели. Здесь указано его как внешний вид, так и что можно производить. Ну естественно подключать все гаджеты. У него есть две антенны. Одна принимает сигнал, вторая раздает Wi-Fi. Разноцветный дисплей информационный. Есть защита и раздача по кабелю. И да, дорогой зритель, не забудь подписаться на телеграм-канал. Публикую какие гаджеты получаю. А также не вошедший материал, который не выходит на этом канале. Но зато публикую его в телеграм-канале Заградчики Обзоры. Ссылка есть в описании под видео. Давайте посмотрим его. Я уже такой заказывал, но до обзора не дошло. Так как начались война в Украине. И сразу же спрос возник у многих друзей. Помоги как-то подключаться без сети никак. В комплекте мы получаем... Вот он наш сам роутер. На нем уже закреплены антенны. Они вращаются в разные стороны. Они могут вот так вот быть. Он домашнего варианта. На улице его использовать нельзя. Почему я на этом делаю акцент? Потому что вот здесь в подсказках есть ссылка на обзор модема, которым пользуемся сейчас мы с Валей. Постоянно, уже долгое время. Он как раз способен работать на улице. Даже в морозы или в дождь. Это у нас дисплей. Снизу располагается подставка и вход под сим-карту. Сим-карта устанавливается средняя. Не нано, не большая, а средняя. И здесь указано как ее установить с помощью вот этого значка. У нас сейчас нет света, поэтому немножко другое освещение. Освещение от камеры, боковое в студии. Но снимаем, так как такое время. Вот этот основной выход на ваш компьютер или ноутбук, или на другой роутер. Кабель в комплекте идет, чтобы подключить. Ниже располагается еще одно гнездо для того, чтобы от USB или от Powerbank запитать, или же, возможно, прошить. Чуть ниже располагается кнопка сброса с надписью RESET. Это вход под блок питания, он идет в комплекте. Здесь есть отметка на сколько, 12 вольт, 1 ампер. И он же может использоваться, этот Wi-Fi роутер, чтобы от Powerbank работал от полноценного. Так как от этого я не рекомендую использовать. По полной мощности раздача Wi-Fi, или же прием GSM сигнала идет через полноценный 12 вольт, 1 ампер. Именно так мы сегодня и будем его запускать и тестировать. Так как сейчас, в данный момент, реально нет света. Вот такой вот кабель покупается отдельно. Стоит он примерно около доллара. У него здесь огромный бочонок. На нем есть надпись, выход дается на 12 вольт. Но от обычного Powerbank, от любого Powerbank мы получаем 12 вольт. Давайте сейчас установим сим-карту и включим его. Кстати, в комплекте еще идет скрепка для извлечения сим-карты. Это у меня сим-карта Live. Здесь 50 гигабайт интернета и работает на всех модемах. Без разницы, это телефон или же, как у меня, 4G модем с Wi-Fi роутером. Кстати, как раз, чтобы вставить, надо использовать скрепку. Но я использую подручные средства. Когда она вставлена, она не торчит, находится снизу. И теперь можно запитать. Но вначале давайте заглянем в инструкцию. Инструкция детальная, с картинками. Как можно настраивать, что где отображается, имя сети, Wi-Fi пароль и так далее. Также есть, как исправить ошибки. И что означают вот эти надписи. EFDU, GSM, HSPA+, или 4LTE. Ну, 4LTE, вы, кажется, уже знаете, что это означает. Давайте будем сейчас вместе с вами настраивать. В модем можно входить через браузер, через строку. Админ строка указана здесь. 192, 168, 199, 1. Между ними везде стоят точки. Пароль и логин админ. Входите и подключаетесь и настраиваете. Производим первое включение. Смотрится он стильно на столе. Когда вы установили, он даже будет украшать ваш стол. Не какой-то кусочек, непонятно чего. Но вот так вот он будет работать. Чтобы он засветился, необходимо включить кнопку. То есть он уже запитался. Питание на него пошло. Теперь нажимаем включение. О, как раз и свет включили. Об этом свидетельствует вот эта полоса. Ну, раз запустился свет, то давайте полноценно запустим от его родного блока питания. Включаем. И здесь у нас сверху есть еще кнопка включения или выключения. И она же активирует включение экрана и его выключение. То есть просто по нажатию, дальше покажу, как это работает. Была анимация, как вы видели. Сверху на стекле, думаю, это пластик, наклеенная защитная пленка. Надпись Welcome и первое включение. На дисплее разными разноцветными цветами помечен каждый раздел. И только что произошло первое подключение. Вы сейчас видите на дисплее, что смог получить настройки 4G, полная антенна. Пока я с вами разговаривал, это заняло где-то около двух минут, чтобы он все это сам настроил. И сколько потрачено мегабайт. Переключаться можно по этой информации, по нажатию кнопки. Видите? И здесь имя сети, пароль, ну и еще какая-то информация. Видимо, версия прошивки. Двойное нажатие и дисплей тухнет. Ну, если он мешает вам или еще как-то. Сам он тоже отключается. Одиночное нажатие его включает, двойное выключает. Если полностью хотите отключить, то нажимаете и выключаете. Давайте посмотрим название сети. Обратите на это внимание. Последнее 19.08. Берем мой смартфон Poco X3. Открываем Wi-Fi настройки. Включаем. И находим этот Wi-Fi. Запомнили, да? 19.08. Вот он. Подключаемся к нему. Пароль, как всегда, сложный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Проверяем. Верно. Подключаемся к нему. И будем сейчас тестировать скорость. Отключаю VPN. Смотрим, какая скорость на данный момент 4G. И здесь одновременно будем еще поглядывать на дисплей. Скорости не удивляйтесь. Потому что у нас 4G сейчас во время войны плюс отключения света никакая. Но я нашел лайфхак. Знаете какой? Нужно переключиться на 3G. И скорость будет огромная. На 4G очень плохая связь. Из-за того, что она требует много потребления. Скорость маленькая. Но сам факт интернет есть. Точно такая же скорость будет, если я отключусь от Wi-Fi. Подключусь к лайфу. И буду тестировать его на 4G. Но я зашел в настройки и переключился с 4G. И поставил постоянно подключаться только по 3G. Или это H+. И теперь давайте сделаем повторный тест. Отключу опять VPN. Он автоматически включается у меня. Повторный тест. Посмотрите, какая скорость от 3G. Все ведь сидят на 4G. Телефон автоматически переключает вам. Возможно, те, кто в Украине, вам это поможет. В своих операторах. По крайней мере, в лайфе у меня отличная скорость. YouTube, музыка, файлы, видеоконференции. Все тянет. Вот, пожалуйста. Вот это гораздо лучше скорость. Вчера вечером тестировал. Так там вообще больше 72% у меня скорость. гораздо лучше. На второй день, друзья, я решил сделать повторный тест. И вы знаете, я приятно удивился. Вот сейчас 4G. Есть свет в нашей местности. А значит, мобильные вышки запитаны. И скорость прям-таки великолепная. Захожу в тесты. И вот предыдущий, только что я сделал тест. Помните название сети вверху. Нажимаю повторный тест. У меня все отключено. Имею ввиду VPN. Посмотрите, какая прекрасная скорость. Вечером вчера не было света, когда я снимал обзор. И много находилось в сети. А сейчас посмотрите, какая красота. И было на экранчике около 70 было. Мегабайт. Вот сейчас уже 128. То есть скорость просто огонь. Теперь в настройках можно поиграться на компьютере. Давайте это сделаем. И я вам покажу, как можно там управлять. Что делать. Как настраивать. И в принципе подводим итог данного обзора. Итак, первое подключение. Заходим в настройки. Вот он наш модем. Подключаемся. Вводим тот же ключ безопасности. Подключение. На дисплее отобразилась информация, что плюс одно подключение. Можно подключить до 10 устройств. Что вполне достаточно для семьи. Плюс еще одно по кабелю. А если по кабелю, то можно превратить и по роутеру еще в множество других раздачи. Главное, чтобы интернет вытянул. Появилась надпись пока без подключения к интернету. Это временно. Сейчас происходят настройки внутри. Кстати, на дисплее отобразилось 3G. Подключение наше выполнено. Теперь можем перейти в настройки антенны по тому IP-адресу, о котором я говорил. Он стандартный для этих антенн. Такой же, как и для моей модем антенны. Ввожу тоже код. Он такой же, как и логин. Админ. Нас пропустило. И вот у нас информация. Какие есть подключения. Вверху какой оператор. Что приятно удивило. Здесь, в отличие от моей антенны, есть русский язык. И теперь полноценно, без всякого перевода, можно вам все объяснить. Статус. Здесь все настройки. Можно изменить имя сети. Поставить ограничение трафика. Настройка даты обнуления и так далее. Есть возможность скачать драйвер. Возможно, это вам поможет настроить на модеме или для каких-то прошивок. Здесь читаем статус SMS. А также телефонная книга с номерами. Немного ниже. Есть полные настройки. Режим подключения по сети. Установите этот флажок, чтобы подключиться к сети в режиме роуминга. У меня так и стоит. И работает хорошо. Кстати, переключается тоже в режим роуминга на другой оператор. То есть, сим-карта стоит live. А подключается, например, киевстар или водофон. Выбор сети. По умолчанию в разделе выбор сети стоит автоматический выбор. 4G, 3G или 2G. Можно установить вручную. Поиск сети включается. Можно произвести другие настройки. Какой это оператор. Прописать, если есть необходимость. Есть пункт интернет. Способ подключения. Также есть состояние интернета. Настройки Wi-Fi. Здесь можно установить максимальное число. Подключение их до 10. Отключается сам он или нет. Тоже настройка идет. Показывать информацию на дисплее и пароль тоже решаете вы здесь. Выставив эти галочки. Настройка самого устройства, которое при входе. И есть перезагрузка, сброс настроек, настройка фаервола. Есть перенаправление и параметры роутера. А также обновление системы из файла. Загрузки обновлений отсутствуют, как мы привыкли в смартфоне. Если вам нужно включить или отключить ваш интернет, как мы привыкли это делать в шторке уведомлений на смартфоне, то здесь есть специальная кнопка отключения. Мы нажимаем сейчас отключиться. И он отключится. Ждем. Здесь появилась земля с крестиком. Успешно. Три уровня сигнала. И теперь нажимаем повторное подключение. Происходит активация. И на экране отображается, что интернет запущен. Все. Включенный интернет с двумя зелеными стрелками вверх и вниз. Значит, что интернет есть. Еще раз проверяем. Это действительно он. Открою сейчас YouTube. Посмотрим, как он работает. Если никакого другого интернета нет, то этот отличный. Напомню, что он быстрее будет работать по кабелю. Вот такая вот закономерность. По Wi-Fi не так быстро. А по кабелю еще быстрее. Потихоньку подгружается. Ну, в принципе, смотреть можно. В наших-то условиях это очень выручает. Работать. Быть на связи с родными. Цена данного домашнего модема стоит 31 доллар 79 центов и 4 доллара 61 цент доставка. В гривнах это примерно 1200 гривен и 173 гривны доставка. Если вместе сложить, все равно была в моем случае на момент покупки самая низкая цена на сайте Алиэкспресс. Я оставляю ссылки в описании под видео. Рад был с вами поделиться и рассказать вам о данном модеме, который выручит не только меня, но и вас. Ссылка есть в описании. Всем спасибо. Пока.